Значительный объем выпавшего снега, потепление и дожди привели к образованию на дорожном покрытии и тротуарах ледяной корки. Времени на расчистку у коммунальщиков мало. Если температура воздуха опустится, убрать лед станет очень сложно. Все руководители учреждений, которые ответственны за содержание территории, доложат ситуацию, которая сейчас сложилась. Ну и предлагаем их уйти решение данных проблем. Как сообщил заместитель руководителя Магаданского Галуда Константин Махалин, предприятие очистило от снежной шуги, стоки ливневой канализации на участках проспекта Ленина, улицы Кольцевой, набережная реки Магаданки 55, Приморская 1, набережная 69-71. Там вода в основном с проезжей части ушла в ливневку. По городу работает 20 единиц техники. Также мы работаем по расчистке, по заявкам по частному сектору бульдозера у нас ходит. Вот там, где у нас тоже подмораживается и такая коленя создается. Работаем по вывозу. Кучка, которая сформирована, остановок. И пешеходных переходов там, ну где-то еще, где-то подковочных мест. По результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, первым заместителям мэра Александром Малашевским даны указания, руководителям ГЛУД и КЗХ вывести на уборку города сегодня и завтра всех сотрудников и всю технику. О ситуации во дворах областного центра и мерах, предпринимаемых управляющими компаниями, доложил руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолий Худинин. Лица, которые осуществляют управление многоквартирными домами, основную работу, которую проводят, это крыльца, входы в многоквартирные дома, это дома с внутренним водостоком, очистка водоприемных воронок и также борьба с сосудками. И противчик кровель, к сожалению, очень много в тех домах, в которых не было жалоб во время дождей, сейчас тоже побежали. Управляющие компании занимаются как раз и работой очистки кровель от снега. Еще одна проблема – протечки крыш в многоквартирных домах, которые ремонтируются фондом капитального ремонта Магаданской области. Его сотрудники сейчас обходят квартиры и составляют акты, собирают информацию и жалобы магаданцев. Подрядчики обещают быстро исправить ситуацию. В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями, наступившими в Магадане последние сутки, сложилась очень сложная ситуация на улично-дорожной сети, на тротуарах, в скверах, парках, в дворовых территориях. Все видят снег, вода, жижа – это неприятно. Поэтому вынуждены мы были сегодня созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям. На заседании обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые необходимо в срочном порядке принять на всех территориях города, пока не наступили отрицательные температуры. У нас есть сутки еще для принятия срочных мер, которые, я уверен, должны кардинально изменить ситуацию на территории города. Силы учреждения переведены в усиленный режим еще в самом начале снегопада. Сегодня на штабе мы рассмотрели несколько вариантов развития событий в зависимости от погодных условий. Завтра, в воскресенье, несмотря на выходной день, все силы учреждения будут задействованы на ликвидации аномальных погодных условий. Не побоюсь этого слова сказать, что зима должна быть снежной, холодной, но не такой, как она сейчас. Та вода, которая пришла к нам с неба, привлекла за собой очень сложную ситуацию на наиболее травмоопасных участках. Это выходные на пешеходные переходы, тротуары, лестницы. Им будем уделять, в первую очередь, особое внимание. При всех усилиях городских коммунальщиков бросается в глаза и совершенно разное отношение коммерческих предприятий к очистке от льда и снега, прилегающих к ним территорий. Вечерний Магадан предлагает сравнить отношения к горожанам, собственникам двух расположенных в центре столицы Колымы частных предприятиях. У одного работника чистил от льда и снега всю прилегающую территорию тротуара и лавочки. У крупного частного магазина, напротив, люди вынуждены прыгать по снежной жиже, рискуя получить переломы ног и рук на обледенелых подходах к торговой точке. Депутаты Магаданской городской думы Который представил департамент САТЭК Депутаты внесли изменения в положение об адресном плане города О порядке вносится небольшая корректировка в порядок назначения наименования улиц. Это касается героев Великой Отечественной войны. Если раньше был порядок, что с момента ухода должно пройти не менее пяти лет, то сейчас этот срок изменен до не менее трех лет. То есть процедура будет более ускорена, если у нас будут такие предложения по наименованию или переименованию улиц. Предложения о названии новых улиц или переименовании старых могут появиться в ближайшие несколько лет. Пока таких инициатив в Магаданскую городскую думу не поступало. Заместитель мэра Магадана Александр Малашевский представил в областной думе законопроект. Муниципалитет предложил внести изменения в статью о налоге на имущество организаций. До 1 января этого года предусматривалась льготная ставка в размере 0,5% на оборудование для очистки канализационных стоков. С этого же года такое право не действует. Теперь имущество подлежит налогообложению по ставке 2,2%. Принение налоговой ставки 2,2% приведет значительную ростную расходу муниципального унитарного предприятия города Магадана в водоканал по уплате налога на имущество организации, который исчисляется, исходя из средней годовой стоимости имущества организации. Так, затраты по уплате налога на имущество организации за 2021 год только по одному из объектов, находящихся на балансе предприятия, а именно объекту очистные сооружения и биологической очистки источных вод в городе Магадане, балансовая стоимость 1,8 млрд рублей, составит более 36 млн рублей. Муниципалитет предложил установить на 2022-2023 годы льготную налоговую ставку на имущество организации в размере 0,5% в отношении оборудования, которое предназначено для очистки канализационных стоков. Завершена реконструкция тепломагистрали по улице Советской. Работы на участке велись более полугода. Подрядчик заменил трубопровод и увеличил его диаметр. Как отмечают специалисты, это один из самых масштабных, крупных и затратных участков, где проводились подобные работы. Сейчас уже произведена окончательная отсыпка. Внутри самого канала ещё работают, изолируют незакрытые участки, а также прокладывают освещение. Планировали мы сегодня, завтра сделать эти работы, однако снег внёс некоторые корректировки, поэтому будем в начале следующей недели проводить эти работы и впоследствии откроем дорогу для полного проезда. Планировка, разравнивание бугров и, в общем-то, всё. Всё отсыпано, всё нормально. Может быть, где-то потребуется небольшая подсыпка места. Напомним, через участок по улице Советской снабжаются три центральных тепловых пункта, а это около 40% всего города. Мэр Магадана Юрий Гришан поручил как можно скорее открыть дорогу для проезда машин. Снегопады Сложившихся в условиях магаданский Галут, вечернему Магадану рассказал заместитель директора Константин Махалин. Во время снегопада у нас происходит патрульная расчистка города для обеспечения проезда. Основные приоритеты у нас по движению маршрутного транспорта. Также производим расчистку подъездных путей к социально значимым объектам, которые нам отведены. Приступили, продолжаем вывоз снега с проезжей части. Режим работы у коммунальщиков круглосуточный. Днем на линии работают 30 единиц техники, ночью от 20 до 25. Ночью работники Галуда осуществляют вывоз снега с улиц города, расчистку автобусных остановок. Работу управляющих компаний координирует департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Магадана. Управляющими компаниями ТСЖ идет работа в первую очередь в зоне их ответственности. Это устранение сосулек, снежных козырьков, скровель, а также очистка входных групп в многоквартирные дома. Кроме этого ведется расчистка прилегающей территории. Это пешеходные тротуары вдоль домов, проезды вдоль домов. Управляющие компании доложили о своих усилиях по снегоочистке на вчерашнем заседании городского штаба по борьбе со снежными заносами. Активные работы в минувшие выходные проводила управляющая компания «Авангард» в третьем микрорайоне «Любимый город наш» группа компаний «Жилсервис». С сегодняшнего дня к механизированной расчистке дворовых территорий подключились еще ряд управляющих компаний. Продолжается прием работ на творческий конкурс мультимедийных проектов «Моя семья – моя история». Его организаторами выступают Молодежный патриотический клуб «Наследие», Магаданская областная общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Министерство внутренней информационной молодежной политики региона. К участию в конкурсе приглашаются желающие от 7 до 35 лет. Конкурс мы проводим второй раз. Это конкурс творческих мультимедийных проектов «Моя семья – моя история». В этом году мы его проводим в рамках реализации проекта «Наследники-победители». Мы выиграли конкурс субсидий региональной инициативы Коломы. И в рамках этого проекта мы проводим этот конкурс. У нас четыре возрастные категории – это 7-10, 11-14, 15-18 и 18-35. И три номинации основные – это «Семейная реликвия», «Семейная династия» и «Личность в истории России». Более подробно с положением можно ознакомиться на официальной странице Молодежного патриотического клуба «Наследие» ВКонтакте. Все работы принимаются с 1 ноября по 15 декабря. С 15 по 25 декабря будет оценка работ, заседание жюри. А 28 декабря – подведение итогов и награждения победителей. На данный момент определяется призовой фонд. Но, судя по прошлому году, он был достаточно существенный. Продолжение следует...